Доброго времени суток всем! Рад приветствовать вас на канале Миниатюра и Диорама. Это будет немножко совсем другая специфика то есть я занялся лепкой и изготовлением всякой игровой тематики помимо моделизма и данные видео будут представлены отдельным плейлистом может быть кому-то они будут тоже интересные и полезные какой-то в какой-то степени сегодня мы будем с вами добавлять объему вот это вот фигурки думаю буду выделять шерстинки отдельные и чтобы не было однотонно нанесена база просто данная фигура слеплена из супер скальпе и сегодня с помощью кисти рублев нулевочки из набора будем прорисовывать шерстинки для этого я буду использовать скорее всего два цвета это Валеха 70 810 и АК интерактив белая кстати почему взял АК интерактив потому что Валеха белой не было и вот такая интерактив по сравнению с Валеха очень жидкая очень жидкая то есть ее практически вообще не надо разводить соответственно вот этого тюбика хватит гораздо на меньшее количество фигур и так сейчас мы с вами сделаем цвет я не знаю мы не будем сильно пока делать светлый пока поэкспериментирую вот кстати для сравнения вот это вот Валеха она вся такая она не течет абсолютно она по консистенции очень сильно напоминает клей ПВА АК интерактив также как и прочие другие производители они такое ощущение что сверх текучие вот смотрите это говорит о том что краски хватит на гораздо меньшее количество фигур разбавляем все это водой потому что я не использую никаких растворителей в связи с тем что Валеха отлично разбавляется обычной водой без каких-либо там усадок и прочего я обязательно использую салфетки для обмакивания кисти чтобы не было лишней краски но многие этого не делают если кому-то вдруг будет интересно по поводу изготовления влажной палитры в следующем видео напишите в комментариях в следующем видео может быть я покажу как это работает и так сделаем и наш цвет немного светлее базы сейчас попробуем поработать за бровями перчаток используется для того чтобы краску не снимать потому что руки они априори жирные в принципе можно даже еще высветлить но чуть позже сейчас мы пройдем немного объем придадим потом высветлим еще все и 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 в принципе данная роспись она ничем не отличается от росписи униформы или прочего то есть изначально мы наносим базовый цвет потом начинаем высветлять выступающие участки потом осветляем участки которые находятся еще выше то есть сейчас я высветлю просто пучки потом более светлым оттенком буду уже делать отдельные шерстинки можно было конечно проливку использовать но я не знаю может быть даже не буду этого делать это будет композиция вообще с этим медведем будет еще одна фигура но она готова но она готова частично только ноги так что в скором времени вы ее увидите и 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 добавим еще белого приятный нежно лиловый и начнем высветлять уже то что до этого прошли то и кисть от рублев кстати очень удобно помогают они много фигур уже расписал она еще живая еще дышит честь хвала и о и и и и и и и и сейчас сделаем общее высветление дальше попробуем отдельные ворсинки выделить с помощью метода сухой кисти для сухой кисти используют водку из набора номер 7 плоская синтетика она отлично подходит для этих нужд самое главное чтобы на кисти не было лишней краски итак мы использовали технику сухой кисти с помощью двоечки рублев синтетической и вот такого вот вида фигура у нас стало то есть сухая кисть выделила отдельные волосинки что придало дополнительного объема поэтому думаю на этом пока можно закончить и если понадобится в последующем при установке на основании будем уже подрабатывать где-то что-то если вдруг мне не понравится на данный момент фигура выглядит таким вот образом к ней в комплект будет вот это вот незаконченная фигура тут только ноги пока всем кому интересно следить за данной рубрикой за данным плейлистом подписывайтесь на новые видео ждите новых работ всем пока